Просто не могу смотреть без вес. Вот почему имела эту ночь, почему имела Анечка. Зажженные лампады, детские игрушки и стихи. Все так же, как год назад. К дому на 6-й железнодорожной несут алые цветы в память о том страшном утре. Татьяна Коновалова лишь спустя 12 месяцев смогла взять себя в руки и вернуться к родным стенам. Подъезд словно срезала острым лезвием. Вещи погибших не тронуты. На вешалке куртка любимой подруги Вали, а выше этажом стиральная машина, забитая детскими вещами. Просто не могу смотреть без вес. Сколько людей погибло, родных, дорогих. Вечер, 15 февраля 2016. 6-я железнодорожная, дом 11, второй этаж, квартира 67. Сергей Субботин поссорился с женой. Она забрала ребенка и ушла ночевать к маме. Так рассказывали соседи. Около 4.20 утра Сергей проснулся, пошел на кухню и то ли закурил, то ли просто включил свет. Именно в 4 часа 20 минуты изменилась жизнь всего дома. В квартиру 67 ни разу не смогли попасть газовики, когда приходили на обследование газовых труб. То утро 16 февраля староста дома вспоминает, как страшный сон квартиры Татьяны Коноваловой в третьем подъезде. Громкий хлопок, пламя огня искрежет ползущих вниз бетонных плит. Крики детей и вопли соседей по-прежнему отдают виски. 47 лет жизни в дружной пятиэтажке в один миг словно перевернули, как лист календаря. Вот любимый полисадник, подруги и те окна, где прожила целую жизнь. Сердце замирает, конечно. Столько лет вся молодость здесь уже прошла. Детей вырастили. Постарели, состарились. Сегодня Татьяна Коновалова решается зайти в родной подъезд. Шаги даются с трудом. От увиденного мурашки по коже. Спустя год вокруг дома на 6-й железнодорожной снято оцепление. И нам удалось попасть в подъезд и немного осмотреться. Воды и отопления здесь нет. Стены и щитки, электрощитки изрядно обледенели. Некогда жилые квартиры пустуют, а двери заколочены. 16 февраля 2016-го трагедия в Ярославле потрясла всю страну. На место экстренно выезжает глава МЧС Владимир Пучков и полпредпрезидентов ЦФО Александр Беглов. О ЧП в Ярославле лично доложено Владимиру Путину. Расследование дела под личный контроль взяли лучшие следователи страны. Дома обследуют сотрудники МЧС и специально присланные столицы. Мобильный диагностический комплекс «Струна». Спустя месяц эксперты озвучат вердикт – железобетонная конструкция опасна для людей. Дом непригоден для проживания. Вспоминается все время это. От каждого вот такого вот самолет пролетит, хлопнет, вздрагиваем. Упадет что-то где-то, тоже вздрагиваем. Но уже начали привыкать потихоньку. По первости было очень сложно. Все мы теперь с жильем. У нас все хорошо теперь. Попасть в собственную квартиру уже невозможно. Дом законсервировали перед сносом. Пожав плечами, отправляемся в новое жилье. Двухкомнатная квартира Татьяны Коноваловой в этом же районе. Перевезти сюда удалось немногое – диван и кота. Главное, говорит пенсионерка, есть крыша над головой. Я чувствую, что здесь моя уже душа успокоилась, и все хорошо. А там мертвый дом. В пятиэтажке на 6-й железнодорожной проживали 80 семей. Около 200 человек эвакуируют в гостинице и пункты временного размещения. Многим требуется материальная помощь. Региональный фонд «Милосердие и здоровье» запускает онлайн-аукцион. В помощь пострадавшим от взрыва бытового газа. После региональное правительство примет решение включить в статью бюджета выделение средств пострадавшим жильцам дома. Около 200 миллионов рублей. Компенсации семьям погибших по утрате имущества и денежные средства на покупку новых квартир. Мы живем в хорошей квартире. Теперь будем стараться как-то пережить, забыть. Новую двушку, как и другие жильцы дома номер 11, Татьяна Коновалова получила в августе прошлого года. До этого шесть месяцев неведения в гостинице «Котрасль». Тогда многие из постояльцев находились на грани нервного срыва. С собой из аварийного дома успели взять немного личных вещей и лекарства. Каждому соседу Татьяна Коновалова смастерила именную куклу «Оберег». На здоровье, на счастье, на здоровье, конечно, всем, чтобы... Сейчас развивусь. 15 февраля 2016-го. 71-я квартира. Это третий этаж. Татьяна Шаганцукова, сотрудница мэрии, проводила муж на работу и спокойно легла спать. Заснула вся ее семья. Мама и двое детей. 12-летняя дочь Альбина и 4-летний Арсен. Эта семья находилась в стандартных 2,5 метрах от эпицентра взрыва. Это высота потолков в Хрущевке. Праздники и горести пятиэтажка на 6-й железнодорожной встречала вместе. Теперь все события дружного дома остались лишь на фотокарточках. Вот летний утренник. Среди счастливых детей маленькая Альбина. Тело малышки спасатели достанут из-под завалов вместе с матерью, бабушкой и братом. 15 февраля 2016-го. 1-й этаж. 63-я квартира. Здесь коротает вечер всеобщая любимица, рукодельница Баба Валя. На пятом, 79-й, снимала квартиру семья Карена Гивандяна. Здесь они жили чуть больше года. Карен вечером вернулся с работы и хотел выспаться. Когда уходил в свою комнату, дома были мама и сестра. Карен и его мама чудом остались в живых. А 24-летняя Ануш погибла под завалами. Карен Гивандян один из выживших. То злополучное утро. Ночью 16 февраля дом спал. Вот первые кадры с момента обрушения. На месте работает несколько смен спасателей и кинологи с собаками. 4.30. Под завалами по-прежнему остаются люди. Блочный подъезд сложился, как карточный домик. У тех, кто жил на верхних этажах, больше шансов. Жизнь Карена и его матери и сестры в руках спасателей. Ну что, как дела? И достаём, пытаюсь. Спустя сутки парень очнётся в реанимации Соловьёвской больницы. Позже молодому человеку сообщат. Мать в тяжёлом состоянии, сестра Аня погибла. Переливание крови, полгода лечения. И вот, встав на ноги, Карен уехал в родной Ростов. Вернуться обратно страшно. Я мимо приезжал, я там всё, что хотел, я всё уже увидел. Как бы, что там, как там. Так, чтобы специально приехать, посмотреть, наверное, всё-таки нет. Мать Карена, Самира Аганисян, целый год не может отправиться от травм. Обрушившиеся бетонные перекрытия повредили женщине ноги. Одну пришлось ампутировать. Говорит, то, что случилось с их семьёй, называется судьбой. Дочь Аня в тот вечер просто пришла погостить. Утром должна была ехать на работу. И вот почему именно в эту ночь, почему именно Анечка. Она настолько была жизнерадостным ребёнком. До сих пор не верится, конечно. Март 2016-го генеральному директору ресурсоснабжающей организации Сергею Скорнякову предъявлено обвинение. По версии следствия, подведомственная Скорнякова организация поставляла голубое топливо в квартиры жильцов 11-го дома. Газовые плиты 70-го года выпуска не обследовались несколько лет. А в 24 квартиры газовые службы и вовсе не заходили. При этом акты выполненных работ были подписаны рукой Скорнякова и подача газа продолжалась. Статья, по которой Сергею Скорнякову предъявлено обвинение, предусматривает штраф и срок до двух лет лишения свободы. Жертвами взрыва стали семь человек, двое детей и пятеро взрослых погибли. Вот эта пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло». Конечно, как бы, но именно в тему, потому что замечательные квартиры мы выбрали, хорошая, большая по сравнению с этой хрущевкой, конечно. В той страшной трагедии семья Гивандян никого не винит. Самира живет единственной надеждой вновь встать на ноги и жить полноценной жизнью. На кладбище, где похоронена 24-летняя Ануша вместо сугробов снега море любимых алых роз. Светлана Доброхотова, Юрий Кораблев, Денис Ромашов, Олег Клушников. Для программы «Специальный репортаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова